Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Атикат Магомедова и коротко о главных событиях этого выпуска. Семь новых общеобразовательных школ планируется открыть в Дагестане. Глава Кабинета Министров Республики проинспектировал ход строительства объектов. Лучший инновационный проект и лучший IT-проект. Определены главные инновационные разработки молодежи Дагестана. Четыре золотых, шесть серебряных и четыре брозовых медалей. Сборная Дагестана по вольной борьбе стала победителем общекомандного зачета чемпионата России. Председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов ознакомился с ходом строительства школы по проспекту Ахмедхана Султана в Махачкале. Образовательное учреждение рассчитано на более 800 ученических мест. Здание будет состоять из шести блоков. Во время осмотра объекта Абдусамад Гамидов подверг жесткой критике темпы строительства школы. Он поручил увеличить численность рабочих, задействовать большее количество техники и наверстать упущенные сроки. Кроме того, он поручил застройщику и Министерству образования республики в течение семи дней принять безотлагательные меры по исправлению сложившейся ситуации. Председатель правительства подчеркнул, что к началу нового учебного года планируется открыть в республике семь общеобразовательных организаций, в целом рассчитанных на более 3000 ученических мест. Возведение школ ведется по федеральной программе. В Махачкале прошел республиканский конкурс молодежных IT-проектов. Участники представили перед экспертами самые разные приложения и сайты. Организаторами конкурса выступило Министерство по делам молодежи. Чем удивили дагестанцы в этом конкурсе узнавала Ума Ибрагимова. 24 приложения из 35 были представлены здесь, на площадке Переинновации. Они прошли конкурс на отбор, который проходил до 10 июня, проведенный для выявления лучших проектов. Есть ребята, которые участвовали в предыдущих конвентах, то есть уже с готовыми проектами есть. Если тогда у них были на сайте разработки, то есть идеи сейчас уже у них и готовы, и разработки готовы, и IT-решения готовы. На этот раз участники решили представить на соцзрителей и жюри практичные работы, то есть то, что может пригодиться каждому человеку в обыденной жизни. Так Гамидов Дурашидов создал сайт, который позволит работодателю найти себе работника и наоборот, работнику найти должность по душе. В отличие от HeadHunter, например, потенциального конкурента, где тебе надо самому все это искать, ты просто на нашем сервисе оставляешь резюме, и наш сервис сам ищет тебе работу, подходящую под твое описание, под твое резюме. Основная цель конкурса – популяризация эти технологии в республике, а также выявление талантливой молодежи. Напомним, что за этот год в республике уже были проведены мероприятия и конкурсы инновационных проектов, в числе которых «Хакатон» среди взрослых и детей. Мы, конечно же, упору делаем в первую очередь на молодых людей, у которых есть идеи, но которым порой бывает сложно все это переложить на бумагу, в форме презентации и так далее. Мы в этом во всем им помогаем, для того, чтобы в дальнейшем у них через, например, участие в грантах главы республики Дагестан, в грантовых конкурсах, всероссийской форумной кампании, чтобы они могли получить финансирование для практической реализации этих проектов. Победители наградили дипломами, а также ценными подарками. Организацию геопарка в Сулакском каньоне и развитие экологического туризма в Дагестане обсудили сегодня за круглым столом в Институте геологии Дагестанского научного центра. Собравшиеся за круглым столом отметили, что необходима организация определенной структуры, ответственной за развитие туристического начала на территории самой яркой и захватывающей природной достопримечательности. Сулакский каньон – это один из главных памятников не только Дагестана, но и всей России. Выступающие также подчеркнули, что в Дагестане, несмотря на большой выбор интересных и экологических объектов, развитие геопарков не так продвинуто, как в других регионах. Дагестан – это правда уникальная территория, которая, в общем-то, богата геологическими памятниками. Вы знаете, всю территорию можно отнести именно к геопарку и охранять весь Дагестан. Потому что общее представление, если так сказать, о Дагестане – это на поверхности находятся породы возраста от юрского периода до четвертички. Представляете, каждый уровень имеет свою специфику, свою значимость. В общеобразовательном учреждении школе имени Абдулхамеда Юсупова прошло торжественное мероприятие, посвященное месяцу Рамадан. Мероприятие проведено с целью привития детям духовных ценностей и религиозного просвещения. Подробнее – Абдулла Алиев. Последние 10 дней – самое ценное время месяца Рамадан. Именно в эти дни, по мнению ученых, наступает ночь предопределения «Ля-Ля-Туль-Кадр». В эти дни для совершения малого хаджа умры в Мекку отправляются верующие. Слобно подражая паломникам, воспитанники детского сада при школе Юсупова облачились в их храмы и провели торжественное мероприятие в честь Великого Месяца. По мнению руководства школы, подобные мероприятия пробуждают в детях любовь к своей вере и раскрывают в них благородные качества. В нашей религии нет места агрессии, нет места ненависти. Есть только любовь, добрые отношения мусульман друг к другу. Мы хотим, чтобы дети с детства впитывали все эти моральные ценности, высокие ценности нашей религии и росли достойными гражданами своей страны и достойными мусульманами. Программа мероприятия была насыщенной. Дети читали стихи о Месяце Рамадан, исполняли нашиды и показывали сценки. Также детишки, словно настоящие паломники, продемонстрировали обход вокруг Каабы. Каабы! 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 Воспитание детей с привитием им духовных ценностей – пожалуй, одна из самых важных составляющих в формировании подрастающего поколения. По мнению большинства родителей воспитанников школы Юсупова, подобные мероприятия во многом способствуют правильному развитию детей. Очень важно духовно обогащать детей уже с раннего возраста, чтобы в дальнейшем было развитие и воспитание уже более легче. Поэтому, мне кажется, часто надо править детей, тем более в такой священный месяц Амазан. Ну, я вполне согласна со словами нашей родительницы. Очень приятно видеть, что детки развиваются и в исламе. Приятно видеть, что они знают много о своей вере. Ведь без веры жить нельзя. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще, чтобы дети с детства прививались к исламу, чтобы они знали о красоте и чистоте ислама, чтобы с детства у детей был интерес. Напомним, общеобразовательная организация школы Юсупова работает уже год. Наряду со светским образованием воспитанникам учреждения здесь дают и духовное воспитание. Учат любить свою родину и чтить память предков. Абдулла Алиб Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Далее краткий обзор событий от Гамзата Нурмагомедова. В четырех районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия саранчи. Местное правительство принимает срочные меры по уничтожению вредителей. По данным МЧС, площадь, заряженная саранчевыми вредителями, составляет около 100 тысяч гектаров. В Дагестане КамАЗ оставил без газа 8 населенных пунктов. В Табасаранском районе грузовик наехал на газопровод высокого давления, из-за чего произошел разрыв шва трубы. Чтобы не допустить утечки газа, спасатели закрыли ближайшую к повреждению задвижку. От голубого топлива оказались отрезанными 8 населенных пунктов. На месте ЧП ведутся аварийные работы. В Дагестане за взятку задержан врач-психолог. Возбуждено уголовное дело. В апреле этого года житель Гиргибельского района обратился к местному врачу с просьбой выдать для его дочери направление для прохождения медико-социальной экспертизы. Врач-психолог предложил мужчине дать взятку в 50 тысяч рублей за подготовку необходимых документов. Мужчина обратился в правоохранительные органы, а врача при получении денег задержали полицейские. Трое паломников из Дагестана отправились в хадж на велосипедах. На данный момент паломники проехали около 2000 километров и добрались до иранского города Казвин. Дагестан они покинули 30 мая. Следующим пунктом назначения для Пахрудина Якубова, Анвара и Демирова и Ислама Муртазалиева будет город Кум. После чего они отправятся на пароме через Персидский залив до Объединенных Арабских Эмиратах, а уже оттуда снова на велосипедах до Медины. Путешественник из Лондона был удивлен добротой дагестанского народа. Об этом стало известно из интервью, опубликованном на страницах английской газеты. Из-за множественных услышанных историй о республике Резепа Краван до Дагестана добирался с тревогой. Но доехал до места, не заметил ничего, кроме ошеломляющей доброты со стороны народа. Гостю на велосипеде даже давали еду в дорогу. Четыре медали высшего достоинства, а также шесть серебряных и четыре бронзовые. Сборная Дагестана – лучшая по итогам чемпионата России в Ингушетии. Результаты последнего дня соревнований узнаем у Курбана Рагимова. В заключительный день чемпионата России в финальных встречах зрители увидели принципиальное противостояние двух лучших школ борьбы. В поединках за золотые медали выходили представители Дагестана и Северной Осетии Алании. Весе до 65 килограммов Муршуду Муталимову противостоял чемпион Европы Алан Гагаев. Ведя в счете по ходу поединка, воспитанник школы имени Али Алиева пропустил атаку, которая и повлияла на судьбу встречи. Для дагестанского вольника серебряная медаль на уровне чемпионата России стала первой в карьере. Подвел тренировок в сборную Дагестана. А так, честно говоря, с результатом тоже так доволен, но хотелось бы, честно говоря, первым статью тоже хотелось. Весовая категория до 74 килограммов. Динамовец Гаджин Абиев пробил себе дорогу в финал в тяжелых поединках. Раз за разом ему приходилось отыгрываться и отвоевывать победные баллы. Но на финал силы махачкалинца не осталось. Здесь он уступил экс-чемпионом мира Хитагу Цаболову. Первый блин комом не вышел. Именно так можно охарактеризовать итог выступления у Рашида Сабулаева, но он для себя весел. На пути к финалу олимпийский чемпион разгромил всех, завершив четыре поединка с общим счетом 43-0. В главном противостоянии вечера его ожидал Владислав Байцов. Конкретно не было работы на какого-то спортсмена. Против кого-то такой работы не было. Была общая работа, был общий план, который полностью все спортсмены выполняли. И надеюсь, что эта подготовка послужит для нашего спортсмена как бы путь к успеху. Но опять же говорю, Сабулаев это великий спортсмен и будет очень тяжело. Сегодня мне хочется посмотреть финал. С ним финал вышел. Тоже такой опытный спортсмен Владислав Байцаев. Тоже и призер, и чемпион Яригинского турнира. Тоже довольно-таки такой опытный. Поэтому будем наблюдать, будем болеть за красивую борьбу. Владислав Байцаев доставил Сабулаеву немало хлопот. Уже в дебюте поединка борется за ланей и поразил всех болельщиков, едва не положив танка на пушет. Отыгрывать четыре балла Сабулаев принялся сразу. Перевод в партер и два накаты дали преимущество. Сравнять счет Байцаеву уже не хватило ни сил, ни времени. Удивляться здесь нечему, потому что я тоже обычный человек, я тоже могу проиграть. И сегодня это финальная схватка видно было. Такая упорная схватка была, 7-8 счетов, здесь ничего такого нет. В финале, честно говоря, все шло, все по плану. Но в финале, в начале чуть допустил ошибку. Но это станет для меня уроком в дальнейшем. Когда спортсмен переходит в другую висовую категорию, совершенно и координация другая, и скорость другая. Понимаешь, если зрители, которые не разбираются в борьбе, они думают, что сейчас выйдет и всех разорвет. Слушай, там же тоже тренируется, там же кто же готовится. Да, кто-то больше, у кого-то психологически больше устойчивее нервы, чем у другого. Но по-большому-то они все готовятся, они все хотят себя попробовать и попасть на чемпионат мира. В течение трех дней дворец спорта города Магас был заполнен до отказа. Чемпионат России подарил любителям борьбы много ярких и зрелищных поединков. Спортивный праздник не оставил равнодушным никого. Спасибо дагестанским болельщикам, спасибо всем болельщикам, что проехали. А праздник он для всех чемпионатов России. Я поздравляю дагестанский народ лично своего старшего брата Рамазана Каджимурадовича с победами дагестанского спортсменов. И, конечно, я как за своего родного, он и есть наш родной, болел за Рашида. Спасибо ему за такой хороший финал. По итогам чемпионата дагестанская сборная завоевала первое место по количеству золотых медалей. В активе подопечных Сажида Сажидова четыре золота. Кроме того, у наших борцов шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Мы довольны результатом, то, что как ребята поборолись. Естественно, есть много над чем, чтобы поработать. Есть много ошибок, есть много вещей, которых мы должны исправлять, как в тренерской штабе, как в ребятах. Иншаллах мы это все будем делать. Я думаю, мы сегодня принести чуть-чуть радость нашим болельщикам, нашему Дагестану. И хвала Всевышнему Аллаху, что мы живые, здоровые. Можно сказать, победа, с радостью возвращаемся домой, на родину. Победители и призеры соревнований были поощрены денежными премиями от организаторов. Чемпионы России получат возможность принять участие в отборе к чемпионату мира. Курбан Рагимов, Камиль Девятов, Гаджи Шахшанатов, телеканал ННТ, Магаз, Ингушетия. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 57,44 рубля, евро 64 рубля 27 копеек. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»